МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Малыш может справиться самостоятельно благодаря врожденному иммунитету. Кормление грудным молоком еще больше укрепляет иммунитет. А что потом? Что еще может уберечь ребенка от инфекции? Врачи рекомендуют прививки. Поговорим об этом сегодня. Прививки – это добро или зло? Несмотря на то, что ответ очевиден, существует очень много мнений. Прививать детей или нет – сегодня важная тема, которая обсуждается. Но я хочу сказать, что каждый человек является членом общества. Здоровый человек – здоровое общество. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом потоке информации родители не могут разобраться. И нужно прислушиваться именно к квалифицированному какому-то мнению. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Иногда кажется удивительно, что тема, которая была проверена, доказана неоднократно многими поколениями, до сих пор вызывает столько споров. Ведь очень часто в социальных сетях спорят о том, что прививка не нужна, те мамы, которые в детстве как раз-таки были привиты. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итак, прививать или не прививать ребёнка? Если прививать, то от чего именно и когда начинать это делать? Попробуем разобраться. Скажите, а существует ли полное понимание родителей необходимости всего курса вакцинации? Понимание, конечно, есть. Но понимают о необходимости всего курса порядка 75% родителей. Остальные или по каким-то причинам отказываются от проведения каких-то прививок, либо отказываются от проведения прививок вообще. Скажите, а какие факторы пугают родителей и бабушек, дедушек? Чаще какая-то боязнь за ребёнка пугает родителей. Как он перенесёт? Что будет? А что будет, если? Очень много вопросов таких. Родители ведь очень разные. Есть масса мотивированных родителей, которые много читают, много получают какую-то информацию и зачастую не могут её правильно трактовать. И поэтому получается, что они отказываются в силу каких-то своих личных пониманий. Есть очень такая группа сомневающихся родителей, которые, а вот мы подождём, посмотрим, что будет возможно там вот с такими же детьми, как мы. Если всё нормально, мы там, может быть, и согласимся. Ну а есть такие вот ведомые, которым кто-то сказал, что нельзя. Вот они как бы и не их это мнение совсем. Я, например, всегда за выбор. Родитель должен делать выбор, должен иметь эту возможность сделать выбор. Здесь очень важно ему этот выбор правильно использовать, правильно предоставить, возможно. Всегда стоит отдавать себе отчёт, из чего ты выбираешь. Что стоит на чашах весов. С одной стороны, вот как нам сказали, да, есть страхи родителей. За что? Что будет? Между чем и чем родитель выбирает? Что такое сейчас прививка для молодой мамы, которая сидит в декрете? Родитель боится, что ребёнок будет плакать. Это целое... Это лишнее неудобство. Это лишнее неудобство. Ты его сначала туда доведи, потом его держи. Отсиди в очереди, подожди, или даже если без очереди, держи его. Потом успокой его. А что на другой чаше весов? Чем он рискует? По факту, вот ещё год назад большинство белорусских родителей не очень чётко представляли, что там на этой второй чаше весов. Он чем рискует? Потому что те эпидемии, те заболевания страшные, серьёзные, от которых прививка делается, большинство наших родителей не видели. Я не знаю, от каких... То есть я не видела воочию те заболевания, от которых привит мой ребёнок. И сейчас, на примере соседних стран, да, мы уже можем что-то слышать и что-то видеть и понимать, насколько это страшно. Или надо обязательно посмотреть точно, что там на этой второй чаше весов. От чего ты отказываешься, нужно изучить очень хорошо. Меня можно спокойно отнести вот к той части, к 25%, который до конца не знает всего календаря прививок. Мы сейчас и спросим. Ольга, скажите, пожалуйста, календарь прививок – это чисто медицинское, наверное, понятие. Поясните, что это за документ? Это документ, который разрабатывает Министерство здравоохранения. Там расписан весь комплекс прививок, которые должен получить человек вообще за всю свою жизнь. Ну, так получается, что на детство приходится его самая большая и самая объёмная часть. Это динамический такой документ. Он пересматривается периодически раз в два, в четыре года в зависимости от эпид-ситуации, от финансовых возможностей государства. Что-то добавляется. Конечно, это же закупки дорогостоящих достаточно вакцин на всё население республики. То есть это тоже влияет. И он пересматривается. Вот последний такой пересмотр был сделан в мае этого года. И у нас теперь новый прививочный календарь. Но он, в принципе, практически не изменился. Единственное, что такое важное, это вакцинация от гриппа стала обязательной. Ольга, скажите, а где любой желающий, родители, бабушка, дедушка, может узнать о календаре прививок? Где черпают эту информацию? Правильным будет всё-таки обратиться, если уже мы говорим о сети интернет, на сайт Министерства здравоохранения Республики Беларусь. Почему ещё боятся люди делать прививки? Прививаются от гриппа и всё равно болеют. То есть такие факты есть, пусть не частые. Ну, никто же не говорит, что если ты привьёшься, ты не заболеешь в 100% случаев. Это говорит только о том, что даже если ты заболел, то эта инфекция будет протекать легче, потому что организм уже к ней готов. Он готов к встрече со сходным вирусом или со сходной бактерией. И если организм готов, то легче вырабатываются иммунные клетки, легче всё переносится, меньше возникает осложнений. А это очень важно. Это очень важно для маленьких детей, это очень важно для пожилых людей, где целый букет каких-то сопутствующих заболеваний. Важно для тех людей, которые уже имеют какое-то хроническое заболевание, чтобы не было каких-то печальных последствий. В этом году, вы сказали, внесены коррективы в календарь прививок. И теперь вакцинация против гриппа обязательно. Хорошо. Мне кажется, что всё-таки не 100% населения послушает рекомендации докторов, и кто-то не пойдёт прививаться. Предусмотрена ли за это какая-то ответственность? Не предусмотрена, потому что у нас, если дело касается детей, то это всегда личная ответственность родителей. И родитель решает, что должно происходить с его ребёнком. Это всё-таки должно быть именно на уровне личной какой-то ответственности, осознанности. Я думаю, что хорошо, что у нас ещё сохраняется ситуация, что у человека всегда есть выбор. Хоть это и обязательно, и врачи будут выполнять этот календарь, но я думаю, что никому никаких репрессий не будет, если он нарушит календарь врача. Единственное, может этот человек нести только моральную ответственность, и потом его можно журить только за то, что несмотря на то, что его предупреждали, что ты будешь тяжело болеть, ты нас не послушал, ты сам себя наказываешь. Знакомитесь со списками учеников и педагогов в классах, кто привился, а кто нет. Вас это интересует? Вас интересует количество детей привитых, количество педагогов привитых? Мы помогаем медикам охватить прививками как можно больше людей. Но сейчас это делать очень тяжело, потому что, опять-таки, я говорю, что люди зачастую не доверяют. Не доверяют пока ещё именно конкретно прививке по гриппу. Существует очень много в интернете такой информации, которая вводит в заблуждение, считаю, многих людей, говоря о том, что та или иная вакцина несовершенна, или та или иная вакцина не защищает именно от того вида вируса, который будет активен в этом году. То есть пока в этой борьбе информационной вот эти вот слухи, можно сказать, побеждают слово, экспертное мнение медиков. И вот как быть в этой ситуации родителям? Как быть всем людям? Прививаться, конечно. Конечно, прививаться. Потому что вакцины разрабатываются всегда под контролем, во-первых, Всемирной организации здравоохранения. Если говорить о вакцинации от гриппа именно, то Всемирная организация здравоохранения постоянно динамически наблюдает, где какие штаммы выделялись, какие будут в следующем году. То есть это всё на мировом уровне. Это не то, что в одной стране произвели такую вакцину, в другую, в третью другую, а какая попадёт. Нет, это всё именно под видой Всемирной организации здравоохранения. И на этот год рассчитывается, вот какая будет эпидемия. И поэтому подбирается непосредственно вакцина от этой эпидемии. Спасибо. Новый календарь прививок включает большой курс вакцинации, вы сами сказали, буквально в первые полтора года жизни ребёнка. Появились мнения, что это очень большая нагрузка и стресс как для иммунной системы, так и для психологического состояния ребёнка. Действительно, что такое укол? Укол – это вторжение во внутренний мир человека извне. И любое вторжение, то есть кожа – это граница между внутренним миром и внешним. Любое вторжение, конечно, воспринимается организмом как какое-то насилие, как стресс. Организм испытывает стресс. Поэтому, конечно, дети боятся уколов, потому что боль – это сигнал к тому, что с организмом что-то не то, что-то происходит чужое, вторгается. И в то же время дети… Ну, что надо делать? Объяснить, что это временно, что временно. Сейчас тебе будет больно, но это пройдёт. Например, так. Ну, хорошо. Стресс ли это для иммунной системы, Ольга? Нет, иммунная система наша может себе это позволить выдержать, потому что мы живём неизолированно, мы живём не в вакууме, нас окружает, ну, я не знаю, какое математическое число, это даже невообразимое количество различных вирусов, различных бактерий, с которыми мы сталкиваемся ежесекундно. И это всё, на это всё отвечает наша иммунная система, она всегда работает. И даже если ребёнку ввести все вакцины сразу, иммунная система справится с этим. То есть не нужно бояться, что первые полтора года достаточно большую нагрузку ребёнок получает? Это небольшая нагрузка. Это всё делается как раз-таки очень продуманно, и всё это делается очень последовательно, чтобы ребёнок из вот этого маленького мира своей кроватки потом мог безболезненно выйти в большой мир, который песочница, который уже связан с какими-то гораздо более серьёзными последствиями. И чтобы он был готов к этому, чтобы его иммунная система, если даже и встретиться с каким-то страшным бактерией или вирусом, она могла справиться. Чтобы она справилась. Спасибо. Активная вакцинация способствует тому, что дети быстро утомляются, становятся неспособными к обучению. Действительно ли это так? Мне кажется, данное мнение можно отнести к разряду того, что не просто притянуто за уши, вообще с потолка взято. Прививают детей. Педагоги в школе замечают, что вот привили всех, и они вялые, неспособные к обучению. Если бы только от этого дети были вялыми и неспособными к обучению, педагоги всей страны бы встали против прививок. На самом деле это опять-таки, как сказала коллега, это притянутое за уши мнение. Вялость и неспособность к деятельности – это причина, но никак не прививок. Если есть недомогание после прививок, а мы все об этом знаем, что бывает, бывает, особенно вот когда там под лопаточку колют детей, потом становится, ну, какие-то дискомфорт, мы понимаем это, но это влияет скорее на физическое состояние, чем на… Чем на какую-то способность работать интеллектуальное умство. И учиться дальше. Действительно ли все дети в раннем возрасте боятся уколов? По-разному. Бывает по-разному. Здесь многое, конечно, зависит от того, на что настроена мама, как мама себя чувствует. Ну и, конечно, ребенок, имеющий опыт укола, да, как говорила моя коллега, конечно, это запоминается. Но здесь все-таки, как и очень часто в жизни, эмоции ребенка очень зависят от маминых эмоций, от того, на что она настроена, как она себя чувствует. Либо она волнуется еще с утра и уже говорит ему, что давай договоримся, что ты не будешь плакать, давай договоримся, что ты не будешь бояться. Он уже понял, что там будет что-то очень страшное, из-за чего он точно заплачет и точно испугается. И уже нервная система в стрессе. Все. К тому моменту она уже утомится. Конечно, он не сможет выполнить обещание, которое дал с утра. Все. Обеспечена. Не очень красивая реакция, не очень хорошая. Здесь важно правильно его настроить. А вот об этом мы сейчас и поговорим. Если родители принимают решение о вакцинации, скажите, пожалуйста, как же они должны настроить ребенка, чтобы получить хороший результат, чтобы его подготовить? Родители должны сказать, что мы идем делать то, что делать нужно. И это немножко будет больно. Нельзя говорить, что это не больно, потому что это действительно укол, это болезненно. И неожиданность для ребенка обернется тем, что он будет бояться дальше, когда будет видеть какие-то шприцы, иголки и так далее. Медицинские инструменты. Или специалиста в белом халате. Да, или специалиста в белом халате. Поэтому можно сказать, что да, это немного больно, но это пройдет очень быстро. То есть тебе минуточку надо потерпеть, и потом пройдет. И я рядом. И я всегда тебя поддержу. И пожалею. Чаще всего действительно именно мама накручивает ребенка вот этим вот своей подготовкой, нервозностью какой-то. Детки очень хорошо мамин эмоции считывают. И естественно, если мама нервничает, нервничает ребенок. Особенно это видно на грудных детках. Когда их приносят, и вот нервничающая мама с дрожащими руками, когда его распеленает, разденет, потом это все естественно холодно, ему естественно ребенку это не нравится, и плач будет более продолжительным. Если мама спокойная, если все хорошо, мама сразу после прививки обняла, приласкала, поцеловала или груди приложила, плач сразу же прекратится. И ребенок, возможно, и заснет, и все будет неплохо. Ну а с более старшими детьми, да, есть мамы, которые ругают, что ты вот там не мужчина, или как ты себя ведешь, если это мальчики. Ну тоже смотришь, что здесь уже ребенок начинает плакать еще больше от этого всего. А вот, кстати, правильно ли поступают мамы, если таким образом говорят, что ты не мужчина, или потерпеть не можешь, если это девочка. Вот правильно ли поступают родители? В данной ситуации ребенок находится на волне эмоционального переживания, и в таком состоянии большинство слов родителей очень глубоко ему западает. Но вот такие слова помочь ему не могут. То есть он и сам не знает, как справиться. Еще и слова больно ранят. Здесь гораздо важнее предварительная работа дома. Да, это не очень приятно. Если детки маленькие, вот совсем малыши, там важно самой дышать ровно, сидеть спокойно, отвлечь его чем-то, поскольку объяснить невозможно. Да и самой отвлечься. И самой отвлечься, походите, посмотрите в окошко, просто подышите спокойно где-то, потому что здесь чем меньше времени будет ребеныш волноваться, тем легче оно это переживет. Там, где можно уже во что-то поиграть, спасибо мультипликации, спасибо вот сериям российских мультиков, которые эту проблему как-то освещают, где можно посмотреть, что это, зачем это, и что это можно пережить весело. И там в какой-то сказочной форме показано на героях, что это все проходит. Можно какую-то игру придумать, вот как, например, зачем вакцинация нужна, зачем прививка нужна? Потому что есть опасные бактерии, они ищут, где бы им жить. Нам нужен защитник. Вот в этой прививочке есть защитник, который поможет организму эту бактерию не пустить, нам надо его впустить, будет чуть-чуть больно, надо потерпеть, оно быстро пройдет, я тебя пожалею. Ты у меня уже растешь, ты у меня смелый, потом за смелость обязательно нужно похвалиться, за то, что потерпел, не важно, сколько он плакал, но он же перетерпел, он же руку дал, за что спасибо. Потом будет терпеть чуть-чуть легче ему, потом еще легче. Надо помочь подсадить защитника. Еще что-то, еще что-то, и за смелость обязательно поддержать, похвалить. Спасибо. Но я понимаю, что ребенку нужно объяснять, более старшему ребенку, по старшему уже надо, конечно. Это так? Сегодня вообще много детей, которые задают вопрос, зачем мне это надо. И поэтому, конечно, смысл прививки нужно объяснять. И надо объяснить, как эта прививка поможет ему в жизни. То есть дети практики, им нужно, как это в жизни пригодится. Если родитель настроен, то доктор на приеме вполне может и ребенку тоже объяснить, зачем это, от чего это и как это. И эта информация будет от специалиста? Конечно. Это уже будет от человека в белом халате более авторитетно, нежели даже для некоторых родителей не всегда очень авторитетно. И поэтому то, что сказал доктор, больше прислушиваются. Это хорошо заметно, когда в школе, допустим, мы проводим вакцинацию, очень часто дети спрашивают, от чего это, а зачем это. И поэтому осмотр сводится не к банальному измерению температуры и осмотру, как бы нет ли каких-то простудных явлений, а и к беседе. Детям надо объяснять, от чего это, что это, что это за заболевание и как оно может проявляться. Еще родителям хотелось бы напомнить, нам иногда очень не хватает аргументов, когда мы хотим ребенка остановить, немножечко дисциплинировать. И мы, кроме своего авторитета, начинаем привлекать авторитет каких-то людей, которых он пока побаивается. Милицию, врач с уколом. Давайте будем очень осторожны с этими страшилками. Есть вещи, которые ребенка спасают. Как врач, так и милиционер ребенка в первую очередь спасет. Ребенок не может их бояться. И, конечно, напугав пару раз ребенка уколом, на прививочку, то его завести будет очень трудно. Поэтому постарайтесь подобрать другой аргумент. Врач его спасает. Как должны себя вести родители в период после вакцинации? На что особо они должны обратить внимание? И в каком случае нужно обращаться в медучреждение? Период после вакцинации может протекать у всех по-разному. У кого-то абсолютно без всяких каких-то проявлений. Просто сделали прививку, и все, на следующий день все как обычно. У кого-то иммунная система может отреагировать более бурно. Может быть, подъем температуры. Об этом всегда говорят перед прививкой. И всегда родители спрашивают, есть ли какие-то жаропонижающие. Подъем температуры может быть и более до высоких цифр. То есть там и 38,5, и до 39. Но если это снимается обычным жаропонижающим, то беспокоиться не стоит. Также место, куда проводилась инъекция. Тоже надо за ним наблюдать. То есть может быть небольшое покраснение до 5 мм в диаметре. То есть тоже это беспокоиться не стоит. Местная реакция может почесаться, немножко поболеть. Но какого-то объективного беспокойства такого ребенку не доставляет. Нужно обязательно обратиться к доктору, показать это. Чтобы были назначены какие-то дообследования, возможно, или лечения. Кроме этого, любой доктор участковый, который работает непосредственно с ребенком, который работает непосредственно с этой семьей, с этими родителями, всегда рассказывает, когда, в каком возрасте, какую прививку делать. Это все происходит заранее. От чего, зачем и почему мама может все любые вопросы задать своему участковому доктору. Есть ли такая прививка, которая защитит человека от всех заболеваний разом? К сожалению, такой прививки нет. Как и нет волшебной таблетки от всех болезней. Подводим итог. Так как же быть с прививками? Делать или не делать? Уважаемые родители, мы с вами крестим детей, либо страхуем от несчастных случаев. Почему же мы тогда с вами задумываемся иногда, прививать наших детей или нет? Будьте всегда последовательны. Всегда за то, чтобы родитель делал выбор с открытыми глазами. Выбор – это очень важно. Пожалуйста, изучите всю информацию, рассмотрите все варианты и примите решение взвешенно. Дорогие родители, я думаю, прежде чем принять решение, обязательно посоветуйтесь и проконсультируйтесь с лечащим врачом. У него информации гораздо больше, чем та, которую имеете вы. С учетом этого мнения, с учетом этих знаний, делайте выбор. Для меня, как для педиатра, как для мамы, вообще нет вопроса, прививать или не прививать. Потому что это важно для здоровья моего ребенка, это важно вообще для здоровья всех детей. Поэтому обязательно прививать. Если вы понимаете важность прививок, то те советы, которые дали наши эксперты, помогут правильно подготовиться к процедуре, чтобы она прошла максимально легко для ребенка. Это была «Школа жизни» на телеканале «Беларусь-4». Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...